Подземные или, как их еще называют, заглубленные контейнеры – это форма сбора твердых бытовых отходов, которые уже известны мировому сообществу, и постепенно практика их использования расширяется. Об этом нам рассказал заместитель директора Брестского мусороперерабатывающего завода Сергей Тарасевич. Сегодня уже проработан план размещения первых таких контейнеров. Около двух десятков единиц появятся в микрорайоне Ковалева, где затруднено перемещение транспорта. Подземные емкости будут сугубо для смешанных отходов. Но рядышком будут устанавливаться контейнеры для вторичных материальных ресурсов. И человек, когда идет в одно место сбора, волей-неволей будет и разделять. Если созданы условия, человек просто обязан. Не то, что я хочу или не хочу. Есть обязанность гражданина по раздельному сбору. Это записано в законе обращения с отходом. Заглубленный контейнер представляет собой бак с мешком внутри. Две трети его вкапываются в землю, а на поверхности остается малая часть с крышкой. Объем мусора, который может вместить такой контейнер, равняется пяти объемам стандартных надземных баков. Плюсы использования такой системы сбора мусора очевидны. Эстетика, скажем так, в первую очередь. В принципе, помещение отходов под землю уже, как по собой, в любом случае, это другие запахи. Потому как, как бы ни ухаживал за площадкой, все равно, когда контейнер стоит перед тобой, все равно что появляется, скажем так. Ну и логистика здесь тоже. Надо понимать, что одна заглубленная емкость, 5 метров кубических, это минимум 5 контейнеров кубовых. Поэтому тоже это, как бы, экономия места, ну и, с другой стороны, благоустройство. То есть ее не надо прятать там в ограждении, эту площадку, она, в принципе, неприметно находится и, скажем так, тут же и безопасность своего рода, опять же. Проект планируется к реализации уже в этом году. Параллельно с развитием подземных площадок сотрудники мусороперерабатывающего завода работают и над популяризацией раздельного сбора мусора. И если поначалу к этой инициативе многие отнеслись скептически, то сегодня в команде тех, кто поддерживает проект, достаточно большое количество людей. Я считаю, что все люди должны это делать. Это вообще как дышать. Я ничего такого не вижу. И дома все сортируется, и все раскладывается по контейнерам. Я считаю, что это нормально. Я считаю, что так должны делать все. И мои дети так делают. И все мои знакомые так делают, я не знаю вообще. Все зависит от нас. Площадки для раздельного сбора мусора оборудованы всем необходимым. Вывоз бытовых отходов, пластика, бумаги и стекла осуществляется регулярно, что позволяет сохранить чистоту, порядок и приятный запах во дворах и дворовых территориях. А это залог качественной жизни, уюта и комфорта.